Добрый день! Перед нами коробочка от 1-1, как обычно без каких-либо опознавательных знаков. На фоне стоят пирамидки от 1-1, Clover Pyramids и вторая, с более чудным названием. Поэтому нетрудно догадаться, что здесь что-то подобное. Сразу открываем и достаем Clover Octaidron. Естественно, от 1-1. В коробочке ни инструкции, ничего больше нет. Был только пакетик, поэтому сразу убираем. Она безликая, никакой информации на ней нет. И смотрим сразу на головоломку. Если вот так вот поставить, то на пирамидку очень сильно похоже. Издалека. Многие вспомнят, ну может быть не многие, но кто-то, вспомнит, что головоломка с названием Clover Octaidron уже существует. И выпускает ее компания Варипазл. В отличие от той головоломки, здесь нет уголков. То есть, если мы посмотрим на вот эти две пирамидки, которые были ванвановские. Clover Pyramids и такая же пирамидка, но с уголками. По сути, похожие головоломки. Вернее, вот эта включает эту. То есть, вот этот уголок, он здесь отсутствует. Ну, не то чтобы отсутствует, он скрыт внутри и роль не играет. Я не раз говорил, что отложил изучение этих пирамидок в долгий ящик. Но, заказав Clover Octaidron, я подумал, что, наверное, все-таки стоит достать да посмотреть. И он ко мне уже приехал. И я его хотел так же отложить, как и эти пирамидки. Но вдруг взял Clover версию, перемешал и собрал. Потом, поверив в себя, я перемешал Octaidron и собрал его. Ну, потом еще раз перемешал пирамидку и там вышла вот такая вот ситуация, с которой пришлось повозиться. Я сейчас специально смоделировал. Здесь, если немножко подумать, можно найти три цикла, которые меняют, ну, три таких вот лепестка. Один такой же. Поэтому, получается, как бы два поменяются. Ну, на самом деле, меняется три. Далеко не сразу я пришел к тому, как это происходит. И в этом была трудность. В чем суть головоломки? Так же, как и у пирамидки, здесь вращаются ребра. Ну, как части ребер. Вот эти двухцветные элементы крупные остаются на месте. Вот маленький перемещается, лепестки перемещаются. И здесь все, в принципе, то же самое. То есть, если мы сравним, ребра-то одинаковые. Но если взять ребро именно геометрической фигуры, то есть два лепестка, ребро, которое на месте, по идее, центр. Вот такое перемещающееся ребро. Еще одно, которое как центр. И еще два лепестка. И внутри у пирамидки был уголок, который у этой пирамидки внешний. Здесь же понятно, что лепестка четыре с каждой стороны, а не три, как здесь. И поэтому я, когда вращал, ожидал что-то внутри увидеть. Но от концепции уголка здесь отказались. Что, как по мне, сделало головоломку проще. Легко собирается. Я не знаю, требуются ли здесь, в принципе, какие-либо алгоритмы. Но, если мы возьмем кловер-пираминкс от Мафанга, в котором можно вообще без каких-либо зазрений совести выполнять вот подобные операции. То есть, вращать вот так лепестки вокруг одной вершины. Соответственно, выводя и возвращая их из плоскости в плоскость. То на кловер-пираминксе от Лан-Лана такое невозможно. То есть, мы делаем один ход. Делаем ход второй. А обратно мы уже ход делать не можем, поскольку вот здесь вот лепесток не позволяет этого сделать. И основная проблема именно вот этой серии кловер-головоломок в том, что она бандажится. Мы делаем какие-то повороты, а потом они обратно невозможны. Ну, из-за того, что здесь у лепестка есть вот такой вот срез, а здесь такого среза нет. И еще головоломком бандажится, когда перемещаются вот эти вот маленькие элементы. Сделаем какой-нибудь пиф-паф. Вот. Что-то и произошло. Вращаем куда-нибудь сюда. И уже вот этот элемент мы покрутить не можем. Потому что вот этот маленький уголок нам мешает. Здесь ситуация несколько другая. Да, вот эти маленькие элементы также мешают. Но здесь можно делать, как на кловер-пираминксе от мафанга. То есть мы берем, вращаем. Раз лепесток. Вращаем. Два лепесток. Отводим назад. И возвращаем назад. И выводим вот так вот из плоскости. То есть здесь геометрия немного другая. И то, что было невозможно на кловер-пираминксе, здесь уже возможно. Соответственно, из-за этого момента мне показалось, что октайдрон пусть собирается. Он и подольше, но полегче. То есть больше свободы. Примерно как и на кловер-пираминксе от мафанга. Опять же, это получилось полностью интуитивно. О минусах головоломки. Вот эти вот элементы достаточно острые. Когда мы начинаем все вот это вот из плоскости сильно выводить, вот это все колется. И вращается оно так себе. Не совсем плохо, как по генетам F8. Но не так же хорошо, как, к примеру, с мафанговским сравнивать больше не буду. Она крутится отлично. Но даже от этих пирамидки вращается чуть лучше. Хотя и вакапи тоже достаточно сильно. Вот и стороной поставим. В итоге, это вполне интересная головоломка, но не очень сложная. Аналог от Вэри Пазл имеет уголки, и он значительно сложнее. Помимо уголка, еще маленькие такие элементы, как на картинке видно. С ними, наверное, возник не побольше, но у меня его в коллекции нет. Также у компании Вэри Пазл есть Кловер Куб. Не путать с Кловер Кубом от Мафанга, опять же, это разные головоломки. И от Лан Лан тоже планируется выход Кловер Куба. Где-то он уже продается, но не там, где я покупаю. То есть, Куб с таким же механизмом по ребрам. И опять же, без уголков. То есть, не как здесь. Сделали пирамидки в двух версиях, а Актоидрон и Куб будет, видимо, пока в одной версии. Как-то так. При вращении, все это очень сильно джамблится, теряет свою форму и страшно колется. Я в Инстаграме выкладывал картинки там, особо красивые. Ну, кто видел сегодня, молодцы. Вот так мы это перемешиваем и стараемся не сломать. Ну, одну сборку головоломка пережила. Ничего с ней не случилось. Я так понимаю, что с каждой следующей сборкой вращаться оно, естественно, будет лучше. Вот если мы оставим как-нибудь вот так, то здесь уже вот это не будет крутиться. Если так, с этой стороны не будет крутиться. То есть, нужно как-то вот так повернуть, потом вращать. Можно этой стороной подвести, можно этой. Ну, простор много, полная свобода действий. Я надеюсь, что второй раз я этот октайдрон соберу. Если не соберу, где-нибудь там в комментариях напишу. Хотя надеюсь, что все будет хорошо. И вот иногда локапит вот так вот. Но при усилии все работает. Основная проблема вот этих кловер-головоломок, ну, по крайней мере, от Лан Лан. То, что их очень трудно перемешивать. Для того, чтобы их перемешать, нужно потратить много сил и времени. И в итоге, когда начинаешь восстанавливать форму этой головоломки, получается, она наполовину собрана, что не так уж и весело. Но, с другой стороны, то, что остается, заставляет потратить немало времени, чтобы это собрать. Ну, как-то вот так вот оно перемешалось у меня. Но я еще перемешаю за кадром, прежде чем собирать. Явно для коллекционеров. Не особо сложное потратить время. Придется на сборку, но собирается интуитивно. Вероятно, что здесь будут работать некие принципы с Кловером Пираминкса. Выйдет Кловер Куб, наверное, все-таки приобретту. Это не самые дешевые головоломки. Это не серия Милон Готмою. Но вполне достойные для того, чтобы быть в коллекции. Ну, и чтобы кого-то пугать и собирать им время от времени. Можно, конечно, тот же Кловер Пираминк собирать алгоритмично. Некоторые так делают, но интуитивно тоже хорошо. Я имею достаточно большую коллекцию. Запомнить все алгоритмы для всех головоломок просто не представляется возможным. Что-то я, конечно, записываю, но стараюсь разработать такие принципы сборки, чтобы они были более универсальными и максимально интуитивными. Не буду рекомендовать покупать это всем. Хотите посложнее, купите версию AdWare Puzzle. За качество ручаться я, конечно, не могу, но и тут оно не фонтан. Хотя все держится, вращается, выглядит страшно и собирать можно. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.